Стало известно, кто управляет шахедами. Журналистам даже удалось с ними поговорить. Пушилин сбежал в Ростов, а Гундяев призывает к перемирию. Что происходит на белорусско-украинской границе? Обо всем этом расскажу. В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Эрдоган предлагает Путину остановить огонь. Первых вагнеровских зэков напутствуют на волю. Много не бухает, наркотики не употребляет, баб не насирует. Сколько людей выехало из Украины и сколько собираются назад. Спасибо, что вы с нами и спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, можно еще оставить лайки и комментарии. Тогда мы будем знать ваше мнение обо всем, что происходит. И тогда это видео будет видеть больше людей. Спасибо вам за доверие. Начнем. Журналисты установили личности операторов шахедов, которые бьют по Украине. Это военнослужащие 294-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Они либо сами запускают, либо курируют запуск шахедов. Но во всяком случае именно они учились управлять такими дронами в Иране. Сергей Сазинов, Андрей Степовой, капитан ВВС РФ, Глеб Пивкин, Евгений Глухов, лейтенант ВВС РФ. Украинские журналисты Слидства.Инфо попытались связаться с кем-то из них, но разговор вышел только с одним. И то не очень. Я восхищен вашей информированностью, так сказать. А какой толк для меня от этого разговора? Какой толк? Ну, я, например, хочу узнать ваше отношение. И понимаете ли вы то, что атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, дронами камикадзе, вы совершаете военное преступление? Осознаете ли вы это? Понимаете ли это? Ну, во-первых, никакого военного преступления не совершаю. Во-вторых, виноваты мне нечем. Первое, я слышу что-то про каких-то шахидов. А чем вы занимаетесь, Евгений? Я работаю. А где? Работаю в криптовалюте. Вагнеровцы начинают набор политических заключенных. В колониях Чечни теперь проходит такой рекрутинг. Об этом пишет главное управление украинской разведки. Известно, что в колонии-поселении номер 3 города Аргун, Чеченская республика РФ, а также в исправительной колонии номер 2 поселка Чернокозова, на Урский район Чеченской республики РФ, продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК Вагнера. Сейчас эта история приобретает массовый характер. С начальниками колонии ведется работа для предотвращения утечки информации. Но уже известно как минимум о 50 заключенных, большинство из которых было арестовано по сфабрикованным делам, говорит украинская разведка. А тем временем первые вагнеровцы-зэки отработали свой полугодовой контракт. Их не убили, их не отбили кувалдой и отпустили на волю. Помиловали и наградили, и попросили в свободной жизни, цитирую, не бухать и никого не насиловать. Конец цитаты. Раньше Пригожин говорил, что в принципе нельзя. То есть что-то поменялось? Отработали контракт с честью, отработали, с достоинством. Одни из первых. Первые. Первые, да. Первые. Отработали, так как мало кто работает. Какие планы? Планальные. Завтра вернуться, какие-то. Вернуться, доделать. Дело, что начали. Это уже не работа, это жизнь. Я считаю, мы считаем, да, конечно вернемся. Много не бухает, наркотики не употребляет, баб не насилует. Не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением. Почти 8 миллионов украинцев выехало в Европу. ООН приводит такую статистику, согласно которой почти 5 миллионов человек зарегистрировались как беженцы. В странах Европы лидируют тут Польша, Германия, а за ними Чехия. Всего через Европу выехало почти 8 миллионов людей. Тут мы не учитываем и точно не можем знать количество тех, кто выехал в Россию или через Россию куда-то. А я напомню, 90% всех, кто выехал, планируют вернуться назад. Так считает премьер-министр Украины Денис Шмыгань. Украинские пограничники, оказывается, совершают провокацию в сторону белорусских, используя при этом огнестрельное оружие. Об этом говорит начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Беларуси. А раньше вообще председатель Госпогранкомитета Анатолий Лапо говорил о присутствии людей без опознавательных знаков на границе, которые создавали опасность и напряжение. На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы, как одиночные, так и очередями. Слышны звуки тяжелой техники. И, опять же, исходя из запроса, пересекающего государственную границу, говорили, что на территории сопредельного государства они выкопали противотанковый ров глубиной до 3 метров и шириной 3-4 метра. В пункте пропуска созданы все необходимые условия для обеспечения собственной безопасности личного состава. Оборудованы фортификационные сооружения, инженерные сооружения. Украинские войска действительно проводят учения недалеко от границы и действительно укрепляют ее на этом направлении. Но вряд ли украинским вооруженным силам нужны провокации на границе с Белоруссией. Просто я пока не могу понять, зачем. Вторнуться в Беларусь? Зачем? Захватить Гомель? Зачем? А вот обороняться от тех, кто постоянно грозится этот Северный фронт открыть, необходимо. Ну вот такая вот башня высота. Кругом все видно, как бы мы на высоте, проглядаются перехрестя, можно працювать как гранатометами, как стрелецкой оружием и всеми іншими. Чему важливо? Это защит нашу державу, как я уже говорил, с боку объединенных военных сил России и Белоруссии. И территория Белоруссии используется как плацдар для наступа, для обстрела территории Украины. В Крыму очевидцы сняли вроде как воздушный бой. Говорят о беспилотниках, которые беспощадно атаковали оккупантов. По видео, если честно, видно только следы от стрельбы обороняющихся. Не видно, чтобы они куда-то попали. Значит, либо дронов не было, либо не попали никуда. Но тогда бы дроны куда-то попали. Загадка. На заводе Крымский Титан в Армянске россияне разместили технику и войска химической защиты. Мы уже говорили, что российская армия подтягивается к северу Крыма и занимает там позиции. Но даже не могли представить, что практика прикрытия техники, скажем, такими объектами, как Запорожская атомная станция, дойдет и до той территории, которую Федерация считает своей. Крымский Титан – предприятие химической промышленности, там опасное производство, но русским не впервые пренебрегать нормами безопасности. На временно оккупированном полуострове зафиксировано размещение техники на заводе «Крымский Титан», «Армянск», а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты из России. Однако, Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе. Пушилин сбежал в Ростов. Под официальным предлогом проведать раненых и посетить госпиталь, Денис Пушилин, как опытный доктор, решил проверить, как же их лечат. Была сегодня возможность посетить ребят и в госпитале в Ростове, где им оказывается сейчас уже помощь. Но и для нас немаловажно сейчас было проверить, как была оказана медицинская помощь изначально, первично и здесь. Практически всем все необходимое было предоставлено. Сейчас уже на данный момент осталось 3 человека в республике, все остальные уже перевезены в Ростов и дальше уже в другие регионы Российской Федерации. Также было возможно встретиться с бойцами данного полка, которые абсолютно с кем пообщались, выразили абсолютно понятный настрой за ребят отомстить. А наша задача, то есть все приложить для этого усилия. Кстати, а почему в Ростове? Медицина в Донецке хромает, не работает? Патриарх Кирилл, он же Гундяев, предложил рождественское перемирие. Я, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в рождественские сочельники в день Рождества Христова. Стоит ли доверять Кириллу и его благим намерениям, я думаю, понятно, но, как и все перемирия, Россия, вероятно, использует его, чтобы нанести удары по Украине и обвинить в этом ее же. И так думаю не только я, но и советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. РПЦ не является авторитетом глобального православия и действует как военный пропагандист. РПЦ призвала к геноциду украинцев, подстрекала к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о рождественском перемирии является циничной ловушкой и элементом пропаганды. Интересно, что перед этим президент Турции в разговоре с Путиным якобы предложил ему одностороннее прекращение боевых действий. Эрдоган напомнил и про зерно, и про запорожскую АЭС, и про зону безопасности вокруг нее. И напомнил, что не только призывать к миру нужно, но и делать шаги к этому. К примеру, прекращать огонь. Ждем реакцию Кремля. Одностороннее прекращение огня, в принципе, вписывается в риторику того же Кирилла. Китаю нужно показать последствия их вероятной агрессии на Тайване. И сделать это должны страны, которые считают себя демократическими, так говорит экс-генеральный секретарь НАТО. Свободный мир продемонстрировал впечатляющее единство в ответ на войну в Украине, как с точки зрения поставок оружия, так и экономических санкций. Путин этого не ожидал, и мы можем быть уверены, что Си Цзиньпин внимательно следит. Любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой должна вызвать такой же единый ответ, и мы должны прямо сейчас разъяснить это Китаю. Все те, кто верит в демократический Тайвань и международный порядок, основанный на правилах, должны работать для обеспечения победы Украины. Народ Украины и народ Тайваня сами решают свое будущее. Свободный мир должен оказать им нашу поддержку. Свободный мир Жду ваших комментариев. Спасибо, что смотрите. Не забывайте поставить лайк и подписаться, если этого еще не сделали. Это важно для нашего развития и для того, чтобы вы были в курсе. Ну а пока у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...